Степанова, я дизайнер интерьеров из Нижнего Новгорода и тема сегодняшнего вебинара звучит как 25 распространенных ошибок в ланировочном решении. Тема, я думаю, наверное, довольно актуальна для всех дизайнеров, потому что это такая база, основа всего проекта, фундамент, так скажем. И пару слов сначала о себе. Я в дизайне интерьера уже на протяжении более 8 лет, в основном занимаюсь проектированием жилых интерьеров и очень люблю сложные ситуации именно с панировочными решениями, потому что это для меня как, знаете, как пазл собрать, когда чем больше какие-то сложностей и трудностей, тем больше азартово мне сделать именно тот самый идеальный вариант, который угодит абсолютно любым запросам клиента. Так же я, так же я, что еще я? Ну, много где обучалась в Евросской академии дизайна, сейчас прохожу обучение в закрытом дизайн-клубе Граня под руководством Евгении Тюрьны и Олеси Худяковой. И давайте больше не будем обо мне, начну уже непосредственно с нашей темы, с раскрытия нашей темы. Планировочное решение. Я для себя делю, скажем так, на два блока эту тему. Это планировка от застройщика, когда клиент, в принципе, абсолютно доволен тем, что есть как расположены стены, проемы, и самое главное уже просто непосредственно расставить мебель. И планировка от дизайнера, скажем так, это когда квартира абсолютно вздается без каких-либо стен, выделены только определенные как зоны, где мокрая зона, где сухая зона, и там мы уже творим, располагаем сами перегородки, возводим. В общем, полный полет фантазии, но с возможными подводными камнями, конечно, не без этого. Первый вариант планировки от застройщика, он также подходит больше, как именно информация для потенциальных клиентов-заказчиков, потому что они обычно идут и смотрят квартиры, возможно, реагируют в первую очередь на расположение квартиры, на какие-то виды, которые раскрываются из окон, но порой на такие мелочи, которые на самом деле потом оказываются не совсем приятными, показывают себя в дальнейшем, на это они как-то не обращают внимания. Поэтому давайте разберем каждый блог поподробнее и узнаем, какие вообще варианты развития событий могут именно быть в планировке от застройщика. Если у вас, кстати, на протяжении моего вещания будут какие-то вопросы, вы можете сразу их задавать, я чатик вижу, и я стараюсь на них ответить. Если что, естественно, в конце моей презентации я также с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ну что, поехали! Возможно, недочеты в планировке от застройщика. Ну, первое, что вообще я всегда вот прям вот выделяю, на это цепляется мой взгляд, когда я смотрю, например, планировку, присылаю заказчик на план БТИ, либо когда покупают услугу, консультация с дизайнером по выбору покупки жилья, это сразу именно на прихожую. Потому что если она вот как на данном плане проходная, то грязь, естественно, по всей квартире разнесется вместе с домашними животными, вместе с вашими махматыми тапочками. И поэтому желательно, если на то позволяет ситуация, то как-то все это изолировать, чтобы такого не было. Чтобы в доме было у нас чисто. Далее. Второй недочет. Ой, что-то я, наверное, нажала, нет? Нет, все в порядке. Вот, идеально, когда как раз прихожая находится в таком кармашке. То есть вы пришли, разулись, вы высложили в сторонке, и все. Дальше ваш транзитный основной путь никак не пересекается с вашим преддверным ковриком. Второй недочет. Планировки от застройщика – это длинные узкие коридоры, лоджии. Когда они занимают такую же площадь квартиры, как и ваша, например, спальня. То есть вы, по сути, платите за квадратные метры, точнее, вы клиента, чтобы просто пройтись по этому коридору раз так нацать за день. Поэтому, опять же, если все-таки такой коридор есть, желательно, чтобы он был хотя бы довольно широкий, чтобы можно было бы разместить в нем большой гардеробный шкаф, чтобы хоть какую-то функциональную нагрузку на него заложить на этот коридор. На лоджии, соответственно, так же. Конечно, я считаю, что когда очень много сейчас у нас, по крайней мере, в Нижнем Новгороде квартир, когда строится, когда лоджия, например, прям по всему фасаду квартиры, то есть у вас, получается, у клиента солнечный свет не сразу попадает в комнату, а он еще через лоджию проходит. Ну, дополнительные такие препятствия. Я считаю, это не совсем год. Третий возможный недочет – это наши новостройки с такой сложной конструкцией, даже не конструкцией, а вот со сложной геометрической планировкой. Они, конечно, маркетологи пытаются это все преподнести как изюминку, но я считаю, что это просто дополнительный геморрой, который для дизайнера, если мы с таким сталкиваемся, так и непосредственно для клиента. Потому что это что влечет за собой? Дополнительные расходы на мебель, изготавливаемые под заказ, это возникающие мертвые зоны, которые, опять же, никак не могут функционально себя проявить. Поэтому чем, считаю, проще планировка в плане, она должна быть прямоугольной, квадратной, но с углами 90 градусов, тем лучше. А когда появляются углы, то, по-моему, даже по какому-то по фэншую, что ли, есть такое, что не особо приятная энергетика в таких квартирах живет. Четвертый недочет – это когда входная дверь расположена, точнее, открывается непосредственно в квартиру. У меня как раз сейчас в проекте, в реализации проекта с данной планировкой нет возможности именно сделать скрывание входной двери наружу, в коридор, потому что он там довольно узкий и по нормам пожарной безопасности – это неправильно. Поэтому здесь и так без того прихожая очень маленькая, только еще и дверь у нее открывается. Поэтому тоже на это обращать внимание. Бывает, конечно, да, что вполне возможно поменять дверь, сделать скрывание наружу, но, опять же, все это еще нужно обсуждать непосредственно с достройщиком. Иногда они навстречу никак не идут. Возможный недочет номер пять. Этот недочет у моих друзей. Я считаю, это аж три лоджии. Ребят, тоже, когда клиенты берут такие квартиры с таким количеством лоджий, это либо имущество, которое перекрывает столь большое количество лоджий, либо, возможно, кто-то думает, что это можно объединить вместе с квартирой, с живой части. Но, к сожалению, по нормам, на данный момент по СНИПам, этого делать нельзя. То есть объединение лоджий и общей зоны квартиры происходит через стеклянную перегородку, либо вообще, в принципе, оставляет какую-то дверь. Чуть ли не стеклопакет. Поэтому, тоже считаю, что наличие такого большого количества лоджий абсолютно ни к чему. Лучше бы они увеличили площадь жилых комнат, чем громождать вот эти все холодные зоны. Недочет номер шесть. Он, конечно, такой необычный, странный, но он может быть. Это когда окна красивые, фасадные окна у нас до самого потолка, до перекрытия. Чем это чревато? Что во время реализации, во время отделки решить вопрос с потолком, в плане его даже, например, поджиги с картоном, черной потолкой делать. Нет возможности это сделать, или какое-то кондиционирование даже, может быть, положить. Потому что, если здесь у нас, как на картинке показано, окна до самого перекрытия, а окна открывающиеся, к тому же, что, например, можно как-то ставить их на проветривание, то просто-напросто вы их не откроете и не проветрите. Поэтому тоже на этот нюанс нужно обращать внимание, как клиентам, так и вам. Седьмой на такой, я считаю, недочет лайтовый, скажем так. То есть незначительный, но все же. Вот, например, на картинке слева, просто фотография самого объекта. Клиенты очень хотели сделать шумоизоляцию соседями, но вот у них такой неприятный сюрприз, который они вывели уже непосредственно во время строительства. Потому что не вращали это внимание при покупке квартиры. Простенок очень маленький, тут еще идет стояк отопления. И качественную шумоизоляцию уже сделать нет возможности. Но, конечно, на данный момент я уже не уточняю. Может быть, материалы появились новые, более тонкие, с хорошим шумопоглощением. Но на тот момент, в общем, они отказались от шумоизоляции. По-моему, они пытались договориться с соседями из квартир, чтобы их сделать шумоизоляцию. Ну, и так же, так еще может отразиться непосредственно на мебели. Если это, например, как кухня на слайде справа, то шкафы навесные, они, получается, перекрывают окно. Перекрывают свет, и это выглядит не совсем красиво, гармонично. И поэтому лучше на такие моменты, опять же, обращать внимание и не допускать в своих планировках. Еще пару слов о простенке. Также такая же ситуация может быть и с дверьми, когда нет возможности полноценно обналичку. Пусть и как на вставках слева. То есть она обрезается, особенно если это какой-то классический интерьер, современный классика. Выглядит это тоже негармонично. Вариант такой выход из этой ситуации может быть, что либо мы уменьшаем ширину полотна, но порой бывает, что если это, например, какая-то гостина, либо спальня, и нужно все-таки, чтобы проем остался достаточно большим, заранее проносить мебель крупногабаритную, и уже затем ставить двери, чтобы не было потом такого, что вы дверь поставили, диваны привезли, или кровать, либо еще что-то, а проем не проходит. Обычно такое еще бывает, кстати, с ванными комнатами, когда что-то тоже нестандартное, там высота ванны какая-то, там проем слишком заузили, и тоже, в общем, приходится двери снова демонтировать, чтобы замести. Далее, по поводу сантехнических выводов. Здесь, конечно, такая ситуация, на мой взгляд, вообще абсурдная, навряд ли часто может встретиться в нашей обычной жизни, но тем не менее, вы видите, насколько вообще эта стая горячей воды подляплотенцем свершителя выходит вообще посередине комнаты, конечно, может быть, как-то планировка там менялась, ну, такой вот визуальный пример. Такое же может быть и именно со стояками канализационными, когда они достаточно далеко от стены, то есть приходится достаточно большие короба возводить, скрывающие все вот эти коммуникации, счетчики, ситуация такая. То есть это, опять же, мы просто съедаем драгоценные, драгоценные площади наших заказчиков, точнее, застройщики съедают, когда так выводят все коммуникации. Поэтому тоже возьмите себе на заметку и на заметку своим клиентам. Десятый, мне кажется, достаточно распространенная проблема именно в таких малогабаритных квартирах, когда уж очень узкие делают комнаты, так что кровать встает прямо от стены до стены, как на данном примере, либо вообще доступ там только, например, со стороны ног, либо нет полноценной возможности разместить в спальную группу кровать или две тумбочки по бокам. Ну, просто с рулеточкой взять, пройтись по объекту, проверить, потому что стандартный, например, если длина матраса 2 метра, плюс мы берем, как это посчитать, да, стандартная длина матраса 2 метра, плюс изголовье, плюс царга, то есть получается где-то, ну, берите, там, 2 200, да, это только кровать, и плюс проход, чтобы было, например, между кроватью и стеной. Хотя бы, ну, минимум сантиметров 60, то и получше больше, естественно. Ну, мы идем по минимальным таким границам. Вот. С одним блоком мы завершили. Если у вас есть вопросы, то можете мне писать в чате, я вас всех вижу. Дальше. Давайте пойдем к следующему блоку. Там все достаточно тоже контентный и интересный. Возможны ошибки дизайнеров именно в таком своевольной планировке, когда полет фантазии струячит, а по факту потом клиент разгибает. Итак, значит, здесь я хочу начать именно со СНИПа. СНИПы – это вообще наше все, наша такая, как свод наших законов для дизайнеров и для тех, кто строится, ремонтируется. Нарушать их категорически нельзя, потому что все это чревато, вплоть до уголовно наказуемо, и штрафы ужасные. В общем, изучите, почитайте. Но здесь вот я вам выжимку такую предоставила. Давайте по ней пройдемся, да? Ну, то, что нельзя объединять лоджи с квартирой, я уже говорила в первом блоке. И при этом, когда мы это все объединяем даже с помощью какой-то перегородки стеклянной, то все равно утеплять приходится довольно хорошо, потому что лоджи, если это тем более какая-то неюжная часть нашей страны, то есть достаточно много бюджета всегда это самоутепление лоджи, оно должно быть качественное, потому что у меня были клиенты, авторский надзорный вилай, они сами по моему проекту реализованы, но им довольно некачественно сделали теплоизоляцию лоджи, то есть она промерзала, по весне там все оттаивало, пошла плесень, и, в общем, деньги на ветер, все пришлось демонтировать, снова ремонт, снова дополнительные расходы. Поэтому здесь, конечно, к бригадам тоже, к поиску бригадам, когда отходите, смывайте. По поводу утепления, если мы все-таки делаем ее на лоджи, то это только электрически. Радиаторы отопления ни в коем случае не введены, не введены теплые полы, тем более. Вот все это потом... А-та-та! Все это происходит. Так, значит, про радиаторы я проговорила. Нельзя увеличивать санузлы за счет жилых комнат, только за счет коридоров, холлов. Не всегда это возможно, к сожалению, потому что бывает там уже коридорчик узенький, уже съедать нечего, поэтому тоже как бы нужно выкручиваться с того, что есть. Но у меня, кстати, по молодости был такой, скажем, на косяк. Я, кстати, не знаю, вы реализовали его в итоге или нет, ну, что это проект, но я была совсем, скажем так, молодая и зеленая. СНИПа я тогда на тот момент не изучила, и вот пришел ко мне заказчик, говорит, вот хочу я сделать большую ванну, вот у меня вот здесь вроде бы какая-то бесхозная комната, типа кабинет, мне его от него отхапали, немного там, буквально метр, ну, отхапали. Ну, насколько я знаю, наверное, заказчик это все потом направил, не знаю, реализовала ли он этот объект или нет, но я до сих пор вспоминаю этот свой случай, думаю, блин, что бы потом могло произойти со мной, так как у меня все-таки моя фамилия, подпись проекта стоит. В общем, с тех времен звонков не поступало, не сказала. Ура-ура. Так, недопустимо также объединение кухни и гостиной. Если у вас газовый котел либо газовая плита, то есть это обязательно должна быть. Либо дверь, перегородки откатные, но чтобы это все у нас разграничивалось чем-то таким существенным, то есть объединять не получится. Поэтому все желающие иметь свой газовый котел дома, либо газовую плиту, также имейте ввиду, что общую комнату не получится реализовать. Так, и про фасады, а точнее про оконные проемы в фасадах, я думаю, в принципе, это довольно понятно. Нет, думаю, таких желающих, кто хотел бы в себя окна заложить, чтобы лишиться солнечного света. Но, скорее всего, в России недостаток этих окон, ежели их чрезмерное количество. Далее. Ошибки могут быть у дизайнера. У меня почему так перелесной осталось? Сейчас я отлистаю, подождите. Ой-ой-ой, как ты ее так промахнул. Сейчас, секундочку. Вот это, благодаря за внимание. Нежно могли перепутаться слайды. Вот это, наверное, да? Да. Все. Итак, давайте теперь посмотрим и разберем ошибки с точки зрения функционального планирования и зонирования. Так. Очень часто, когда даже мы общаемся со своими коллегами, точнее, я общаюсь с коллегами, смотрю их работы, очень часто отсутствие именно такой комнаты волшебной, где хранятся весь многочисленный наш домашний бытовой инвентарь. Там и все и швабры, и пылесосы, и ведра, и тазики. Либо это надо какое-то выделять место гардеробным, в шкафах нашего дорогого клиента держать свой дом в чистоте и порядке, либо все-таки, да, выделять им небольшую кладовку, где все это будет складироваться аккуратненько и надлежащим образом храниться. поэтому до здравствуй кладовки предусматривать шумоизоляцию смежной стены между спальней и детской и ванной комнатой. потому что порой стены очень такие такие пустые, что ли, то есть шум из ванных там будет зубы чистить, умывается, особенно если принимает душ или стирается стиральная машинка, если еще не сушится сушильная машинка, все это очень громко и соответственно может возникнуть такой дискомфорт во время сна, если у вас маленький ребенок, либо если вы любите поспать лечь пораньше, супруги или кому-то нужно что-то пошуметь в ванной. Далее. При проектировании узких коридоров с поворотом на 90 градусов необходимо проверять, возможно ли занести мебель через этот поворот, потому что есть вероятность, что если в какую-то неправильную ширину зададите этого коридора, то что-то длинное в этот поворот не зайдет, поэтому тоже будьте аккуратны. Далее. Расположение дверного проема, ванны в хорошо обозреваемом месте. Это, например, если у вас большая площадь квартиры, вот вы придумываете всю вход и до, располагать вход в ванную, например, вы сидите на диване, либо гости у вас сидят на диване, все видят, как вы идете взлом в туалет, то есть желательно, что как-то скрыть лишний глаз, что в стороночке. И вообще, если вы не разделяете приватную часть квартиры от общественной, тоже считаю, что такой, скажем, недостаток, недостаток, потому что желательно, чтобы например, встречать доставку, например, муж у вас забирает доставку, при этом открытые двери в подъезд, через нее видно, что вы делаете, там, условно, где-то в своей спальне, закуток, не знаю, ванной видно, в общем, чтобы это тоже было разграничено, общественная зона для гостей, для каких-то доставок, приватная зона спальни, ваша там частная, частная, ваш личная ванная, как-то в дальней части квартиры. Далее движемся. Ошибки с точки зрения также планировочного решения. Ага, продолжаем вот, да. Когда в одном помещении рядом расположены дверные полотна разной ширины, то есть это тоже очень такой визуальный дисбаланс. Лучше, если есть возможность, опять же, сделать дверные полотна одной шириной. И тем более, если, например, у вас есть, не знаю, такая необходимость сделать откатную дверь, то есть это тоже, получается, у нас будет еще дисбаланс по высоте, потому что обналичка, например, у обычной распашной двери, там, например, высота двери с обналичкой в словом где-то 2,10, то у откатной двери, если она именно не в стен откатывается, а вдоль стены, там еще такая декоративная панелька, которая на механизм скрывает, у нее совершенно другая высота, то есть там вот эти вот сантиметры, условно, там 2-3 сантиметра очень бросаются глаза, некрасиво выглядят, и также, если у вас, например, открывание двери происходит в разную сторону, то есть если одна дверь открывается в коридор, другая наоборот в комнату, все это подчеркивается еще дополнительно в вашем напольном покрытии, что вот это вот видно, да, на слайде, что перепад идет вот ошибки с точки зрения расположения мебели и оборудования, не забывать предусматривать необходимые закладные детали для элементов, которые будут у вас крепиться далее на потолок либо на стены, то есть если возводите стены сразу, предполагать, что, например, у вас будут какие-то навесные шкафы, достаточно громоздкие висеть, либо полки, которые будут многочисленные книги держать, чтобы не было такого, что вы книжку поставите, а у вас полка рухнула, и то же самое с потолком, часто, например, клиенты не сразу реализуют все свои хотелки у проекта, например, планируют, если, например, ребенок, например, мальчик родился, ему какую-то грушу в дальнейшем повесить в детской, соответственно, нужно предусмотреть складную для этой груши, чтобы, опять же, эта груша никого не упала, или бы кресло и лицо тоже подвешивают, для него тоже нужна определенная западная. при правильном учете уклона канализации, точнее, при неправильном учете укладки уклона канализации, если вы разговариваете, и расстояние, может получить, что высота дошевого поддона получается довольно большая, от 15 сантиметров и больше, это уже считается некомфортным, то есть человеку нужно какие-то уже дополнительные усилия прикладывать, чтобы зайти на этот поддон, и то же самое это также относится к когда вы планируете, например, от стыка куда-то далеко отнести, ну, перенести, точнее, сам унитаз, либо другие какие-то сантехнические приборы, раковины, то есть должен быть определенный уклон, это примерно рассчитывается как на один метр, три сантиметра, поэтому смотрите, чем дальше вы от стыка, тем, получается, вам нужно будет выше повесить ваш унитаз, а если еще у застройщика вот этот сам тройник, он достаточно высоко расположен над уровнем пола, то нет, не будет возможности далеко от этого стояка уйти, поэтому тоже все нужно проверять. Когда устанавливают раковину, настиряли машинкой и не учитывают сихуа. На самом деле такая ошибка бывает именно у молодых дизайнеров, наверное, потому что есть желание уместить в ванной и в раковину, и стиральную, машину, и все это сделать, например, например, раковина, которая не интегрируется, то есть, я имею в виду, ставится на столешницу, то есть еще высота получается у нас достаточно высокая, чтобы помыть руки, то есть высота столешницы, если мы под нее устанавливаем стиральную машинку, это порядка получает 90 см, ну и плюс, если еще раковина накладывается на столешницу, 20 см, 10 см, то есть представляете, это целый метр, хотя стандартная всем привычная высота это 85 см, 85-86 см. тоже не забывайте, что у раковин есть сифон, есть, конечно, я с вами спорю, есть раковины, которые предполагают именно установку на стиральную машинку, то есть у нее получается сифон немножко край несен, но тем менее, избирательно подходить к выбору раковин в таких случаях. Ошибка номер 11, когда в процессе реализации меняется конфигурация и размер мебели, но забывает, например, учесть размещение розеток и выключателей. Это, например, очень такая частая история, что клиенты сначала планировали один диван, потом, например, его сняли с производства, либо понравился другой диван, он, например, достаточно уже выше по высоте, либо он длиннее, выключатели уже давно установлены, и поэтому все это получается скрыто за диваном. Получается такой неприятный сюрприз, когда приезжает диван. поэтому и по поводу другой мебели. Это еще также касается пример комодов, потому что высота комодов очень сильно разнится, выше, ниже, и получается, что есть, вероятно, что заказали комод повыше, и все, ваша розетка там и половина перегорожена, либо совсем ушла за комод. При размещении навесных полок и шкафов картина также учитывает трассы, разводки, проводов. Что в таком случае можно делать, чтобы не попасть в парасах, чтобы и клиенту потом самому ничего не перебить случайно? Можно на развертках сразу, например, прочерчивать подведение разводки к розетке, либо на развертке, чтобы потом сам электрик сам как-то прорисовал, как он делал разводку. Потому что бывает вот у меня у Сава проблема такая дома с телевизором. Там получается мы сейчас не можем понять, как мне получается. Телевизор, я его хотела повесить на кронштейн, но там какой-то кронштейн нестандартный, то есть там буквально сантиметр влево-вправо и мы можем просто попасть в сам провод и абсолютно его перебить. И надо понять, то есть как идет именно провод к этой тройной розетке, то есть под какими углами, с какой большей стороны и в идеале все это прорисовывать и тогда и клиент потом будет за радость посмотреть, где же у него как подходят провода. Соответственно установил свою работу, все розетки поставил, приехали мебельщики, кухонщики, начинают вешать свои шкафы, а так вышло, что как раз при пленении этих шкафов попадают на трассу. О-ля-ля и все. И, например, и нет больше светодиодной подсветки рабочей поверхности под местными шкафами или не работает какая-нибудь розетка. То есть тоже с этим нужно быть довольно аккуратным и такие лайфхаки клиентов передавать, если они сами, например, начинают реализовывать проект без вас. Тринадцатый тринадцатый пункт. Также отрисовывать, не забывать на плане мебель, расстановки мебели, радиаторы отопления, стыки отопления, чтобы когда обмантируют вашу кухню, точнее, получается, приходят на замер, бывает радиатор демонтируют, чтобы покрасить, прошкурить, и кухонщик, точнее, замерщик, он не обращает внимание, что там будет напрямую висеть радиатор и не будет возможности открыть полноценно. Также это можно быть и с другими, например, ситуациями. Например, в одном проекте я не учла, что раковина навесная в ванной комнате, она, естественно, выше была, чем граница уровня самой ванной чаши. Поставили дверку распашную стеклянную двойную из двух полотен. И она не давала возможности полноценно открывать эту дверку. Пришлось спрашивать, приняли рекламацию, сделали, обменяли, поставили другое стеклянное верождение. Поэтому тоже такой момент. Обязательно вообще любые распашные шкафы, будь то даже, например, в спальне, когда, например, напротив, кровати вы ставите шкаф распашной и нестекательными дверками, то, чтобы была возможность достаточного расстояния между кроватью и шкафом, чтобы открыть эту створку шкафа, чтобы не приходилось клиенту измудряться, чтобы залезть в свой шкаф. При проектировании ниш для мебели и оборудования считывать зазоры. То есть, например, вы видите, что такой-то холодильник размером 60 на 60, да, нишу для него нужно сделать небольшими зазорчиками, то есть, больше почернее, например, сделать уже нишу 62 на 62, чтобы по сантиметру зазор был, чтобы этот холодильник в эту нишу вошел, чтобы не застрял при входе. Поэтому тоже иметь в виду и соблюдать непосредственно законы эргономики и учитывать рост и телосложение ваших заказчиков, чтобы проживание в своей будущей квартире было довольно комфортным и не возникало каких-то неудобств, связанных с этим. Есть потрясающая книга у Виппера, по-моему, я Криверно написала название. Это у нас такой наглядные схемы с эргономическими параметрами, то есть какой высоты, на какой высоте что должно располагаться, например, на кухне, какая ширина проходов должна быть, чтобы можно было комфортно пройти между столом, например, и стеной. То есть тоже такое очень полезное для дизайнеров, архитекторов, и текстов занимается предметом проектирования. На этом у меня всё. Благодарю вас. Книга называется, по-моему, зовут его этого очень умного человека, Виппер. Я сейчас, конечно, я просто в презентации туда писала ночь, я могла сейчас загугли быстренько. по-моему, Виппер. Такие зазоры в нишах обычно оставляют, например, для колонны машины-сушилка. Если именно ниша из гипси-картона, то где-то получается полтора сантиметра, чтобы с каждой стороны у меня оставалось. Потому что ещё есть такой небольшой например, бывает у стиралок машины, это что-то так ходить. Нойфер, точно, Виппер, я думаю, Виппер это из другого опера. Нойфер, спасибо, Ирина. Вот, можете записать. Да, по поводу ниши, по полтора сантиметра это я оставляю. Но чаще всего я даже делаю больше не именно как не с гипсокартон, то есть ниши, а именно в мебельный шкаф и это всё монтирую. Может быть есть ещё какие-то вопросы? Спасибо вам большое за внимание. Мне было очень радостно сегодня с вами здесь пообщаться, рассказать вам о своих каких-то наработках, наблюдениях. Это был мой первый такой опыт ведения вебинара. Надеюсь, мы будем последние. Буду пересматривать записи, искать свои возможные ошибки. Они наверняка есть. от Builders и ales с и с и и с с и и с